Всем здорова, друзья! Сегодняшний гайд у нас будет посвящен алхимику. Алхимик это у нас метовый персонаж на 85 карте со своими плюшками и фишечками данной карте. И что ж, этот гайд у нас будет разделен на две части. В первой части я вам расскажу, какие у него есть способности, что они делают, какие есть фишки с этими способностями. И вторая часть я вам покажу, как отводить крипов. На этом персонаже это очень важно и я вам немного позже расскажу почему. В общем, приятного просмотра и обязательно подписывайтесь на канал. И мы начинаем. Поехали! Для того, чтобы понять, зачем нам нужен первый спелл на алхимике и что же он у нас делать, давайте сначала прочитаем, что он у нас будет делать. Смотрите, в общем, ацид работает 16 секунд, колдаунница 22, наносит 30 дэмэджа, написано физических, и снимает 7 армора. Что значит физический дэмэдж, ребят? Я вам сейчас продемонстрирую. Но для того, чтобы продемонстрировать, мне нужен будет Слардар. В общем, смотрите, кидаем тучку. Вот такая вот у нас тучка. И кидаем минус армор на вот этого Свенчика. И посмотрите, как же у нас Свен страдает. Посмотрите, как он у нас страдает. Смотрите, как АКП у него уходит. Это говорит о том, что физический дэмэдж этот, чем меньше у противника, у нашего армора, тем сильнее его будет дамажить. Ребят, тем сильнее его будет дамажить. Посмотрите, как у нас Свен продамажился. Просто разница. 280 хитпоинтов осталось и 591. Не стоит об этом забывать, ребят. Не стоит. Потому что это пригодится нам в дальнейшем. Все остальные спеллы, а именно второй, тоже зависят от минус армора. Давайте к нему уже перейдем. Второй спелл на алхимике у нас необычный. Он кастуется 5 секунд. И пока он кастуется, соответственно, у нас накапливается урон и накапливается стан. Насколько он накапливается, я сейчас расскажу. На первом уровне у нас будет стан 1.75 и 150 урона. На втором 220 урона и стан 2.5. На третьем 3.25 стан, 290 урона. И на четвертом 360 дэмэджа и 4 секунды стана. 4 секунды стана это очень много. Ребят, в случае, если мы нажимаем вот эту колбу и не выбрасываем ее в течение 5 секунд, что будет происходить с нашим алхимиком, дэмэдж наносится алхимику и он застанивает вокруг себя кого-то, кто находится рядом и самого себя. Это очень плохо, потому что это, возможно, может нам помешать подраться красиво. Или, если же мы тупо не выкинем, то очень сильно лоханемся. Вот такой вот спелл, ребят. Но есть тут еще одна особенность. Для того, чтобы раскрыть эту особенность, я прокачаю спелл. Второй давайте мы его докачаем до четверки. Напрягаем. И выкидываем, выкидываем в Свена, у которого минус 20 армора. Посмотрите, как его продамажило. Его продамажило на 500 хитпоинтов. А теперь давайте выкинем его в этого Свена, у которого армор нормальный, на месте все хорошо. И ему почти ничего не нанеслось. О чем это говорит? Это говорит о том, что второй спелл также наносит физический урон, как и первый. И об этом тоже не стоит забывать. Соответственно, если мы купим Этериал, то что? Если мы кидаем Этериал и кидаем второй, демеджа никакого не будет. Также, энеми, зная эту тему, когда на них летит эта скляночка, могут юзать Гоуст. И, соответственно, демеджа они получать не будут. Давайте я вам это покажу. Смотрите, ребят. У нас кастуется. Пишем Ре. Урона персонаж не получил. А это значит, что то, что я сказал, полная правда и никак не чушь. В общем, ребят, вот такой вот спелл. Обязательно, обязательно успевайте его выкидывать, потому что вы будете взрываться сами. Еще раз покажу. Смотрите, кидаю Этериал, выкидываю второй. И, к сожалению, демеджа никакого, потому что это физический демедж. Давайте перейдем к третьему спеллу. Итак, что ж, ребят. Третий спелл на алхимике. Как мы знаем, у нас алхимик метовый персонаж. На 85-й карте. И что же ему тут поменяли. Давайте посмотрим. В общем, смотрите. Во-первых, что нужно знать. С первой баунти-руны мы получаем х5 бонус баунти-руны. То есть, если мы ее подбираем, мы получаем 500 золота. Как это происходит, я немного вставлю тут ставочку. Вы посмотрите. Самая первая руна дает 500 золота. Не стоит об этом забывать. И последующие руны будут у нас давать, по-моему, в трехкратном или в четырехкратном золото. То есть, смотрите. 15-я минута игры. Я подбираю монетку. Мне дается 430 золота. И это круто, ребят. Это очень сильно бустит нашего персонажа в стадии игры. И вообще, в принципе, если так посчитать, примерно, по-моему, в три с половиной раза каждая баунти-руна у нас усиливается за счет третьего спела. Также, как видите, у нас тут написано 6 бейс-голд, 8, 10 и 12 и 12 макс, 20, 28 и 36. О чем это говорит? С каждым уровнем, прокачанным, в течение 30 секунд, если мы добиваем какого-то крипа, у нас голда начинает с така-ца. Пойдемте, мы немного подобиваем. Вот здесь вот давайте крипчиков подобиваем. Я вам покажу, как это работает. Мы добиваем одного крипа, видите, плюс 12. Держим этот стак в течение 30 секунд. Добиваем этого крипа, плюс 15. Стакается по 3. И дальше фармим. Боже, персонаж не слушается, просто я понимаю. На хожу, бью. Так, вот смотрите, 21. 24, вот опять сейчас не послушался. Вот он стоит, нажимаю атаковать, он не идет. Ладно, понимаю. 27 и, соответственно, 30. Я знаю, почему он не бьет, потому что я автоатака офф написал. Вот, 30 голды мы просто настакали и дальше продолжаем бить. Видите, даже нейтралы не хотят бить, потому что у них автоатака отлично. Ладно, понимаю. Смотрите, у нас упал немного. У нас упал первый зарядный, из голда стало по 24. Апается у нас максимально до 36. До 36, что позволяет нам фармить намного быстрее на данном персонаже. Мы получаем вот этот бонус золота. И что же у нас еще имеется? Какая приколюха. Смотрите, просто. 12, 21 плюс 18. То есть, таким образом мы накапливаем золото. И если мы напишем СТ, но СТ тут не пишется, то мы увидим, сколько мы золота накопили. Сколько мы накопили с третьей способности золота, ребят. Такой вот у нас третий спелл на алхимике. В лейте, конечно, лучше не бегать на этом персонаже, потому что этот персонаж заканчивает игры за 20-25 минут. Можно спокойно, если мы имеем фрифарм, заканчивать игру на этой стадии и на этом времени. 20-25 минут. Ребят, к сожалению, третий спелл потом у нас становится. Да, он все сильнее и сильнее становится. Мы с каждой руны будем поднимать по 700, по 800 золота. Вставочка вот тут скорее всего будет. И, соответственно, к сожалению, в драках эта монетка будет нам вообще никак не полезна. Допустим, если взять в расчет, что у нас алхимик, и у него три способности, помогающие драться. Крит, вампиризм и стан. То алхимика их будет всего две, и это будет уже перевес именно в драке. Монетка в драке нам ничем не поможет. Соответственно, нужно пользоваться вот этой фишкой, быстро фармить и быстро заканчивать игру. Ребят, к сожалению, я тоже бывает за игры заканчиваю не быстро на этом персонаже. И это в 90% случаях луз. В общем, вот такой вот спелл, ребят, рассказал. Давайте перейдем к ультимейту. Итак, ребят, для того, чтобы понять, как у нас действует ультимейт на алхимике, мы должны сначала прочитать. В общем, смотрите, в зависимости от нашего уровня ультимейта, у нас будут даваться какие-то бонусы и плюшки. Смотрите, Base Attack Rate, 1-4-1-2-1-0 и ХП, регенерация. Ну и, соответственно, вообще, в общем, регенерация и маны, и хитпоинтов. Но хитпоинтов, смотрите, 50, 75 и 100 регенерации в секунду. Это очень крутой бонус. Ультимейт у нас длится 25 секунд и КДшится 45. Также, смотрите, у нас еще что-то написано, какие-то Аганим Септор, что-то у нас будет давать. В общем, видосик по Аганимам я для вас сделал, но напомню, что Алхимик может передавать Аганимы, если он соберет его, может какому-то союзнику отдать. Просто левой кнопкой мыши и, как бы, все. Может также бафнуть себе, но ничего, кроме стат, он вообще ничего не будет давать. В общем, смотрите, давайте прокачаем наш ультимейт и нажмем его. Смотрите, Алхимик у нас принимает вот такую форму. Идет вот здесь вот отсчет времени. И что у нас еще есть? У нас есть 102 хп реген и 14 мано реген. В общем, хорошая плюшка. Что же у нас еще ультимейт помогает? Чем же он у нас помогает, ребята? Так будет правильно сказать. Во-первых, мы бьем быстрее. Бьем быстрее. Мы бегаем быстрее. А еще с помощью нашего ультимейта можно эвейдить некоторые способности. О которых я вам сейчас расскажу и покажу. Смотрите, у нас еще, кстати, можно эвейдить и второй спел. Если четко в тайминг нажмем. Давайте я вам сейчас покажу. Смотрите. У нас идет вот эта колба. Видите, да? Сейчас уже взорвемся. Нажимаем ультимативную в тайминг. И кайтим вот этот стан и можем бегать. Все довольно-таки просто работает. Просто нужно нажать в тайминг. Именно конкретно в тайминг. Также можно будет эвейдить Юл, Торнадо Инвокера. Потом что еще? Миссл Венги, допустим. Просто все, в принципе, абсолютно все. РП Магнуса можно эвейдить, если четко нажать. Это будет вот работать вот так. Вам наносится урон. Но вы дальше побежали. Кстати, ребят. Дико бесячая тема на алхимике. Это по окончании его ультимейта теряется контроль. Поэтому нужно персонажа перекликивать. Я вам говорю, потому что меня это очень сильно бесит. И это механика доты, к сожалению. В общем, смотрите, о чем я вам говорю. Сейчас ультимейт будет заканчиваться. Я постараюсь куда-то сюда кликать. И у меня персонаж должен будет выполнить это действие. Но он его не будет выполнять. Смотрите. Вот, видели? Я нажал, и только потом он пошел. Это, к сожалению, механика доты. Тут нужно трипл кликами перекликивать, чтобы он сразу это пошел делать. Я думаю, те, кто сталкивается с этой проблемой, об этом знают. Что ж, ребят, об этом я вам рассказал. Давайте теперь перейдем ко второй части видео. А именно, как отводить на данном персонаже крипов. И в какую сторону вообще их лучше отводить. И как лучше на нем будет фармить. А потом уже покажу вам игру на практике. Как это все работает. И что нужно на нем собирать. Давайте перейдем к этой теме. Итак, ребят, давайте начнем по порядку. Будем смотреть крипов, которых мы будем отводить, в принципе, на ранней стадии игры. В самом геймплее я вам покажу, как тут отводить. В общем, смотрите. Вся приколюха этого кемпа, это полоска персонажей, вот этих нейтралов. Каждый кемп имеет полоску. Как полоску? Квадрат, вот так будет правильнее. И этот квадрат будет примерно вот так вот расположен, цепляя кусочек вот этого хайграунда. Что это будет значить? Если нейтрал пересекает вот эту полоску, где-то она примерно вот здесь вот находится. Пересекает эту полоску, то считается, что кемп пустой. И дота зареспаунит вам еще нейтралов. И будет уже тут не 4 крипа, допустим, а 6. Примерно я, ну, примерно понимаете, о чем я говорю. Да, это гайд, как бы я вам все буду разжевывать и рассказывать. Вот, этот кемп вот именно вот такую полоску имеет. Как лучше на нем отводить, ребят? Лучше отводить крипов здесь наверх. То есть мы тут ударяем крипа, идем сюда. Вот здесь вот у нас полосочка. Крипы заходят сюда за полосочку. И мы отводим крипов. Все довольно-таки просто. Поэтому кемпу, ребят, тяжело отводить будет сюда. Но если есть у вас возможность и время, то лучше отвезти сюда. В какое время нужно отводить этот кемп? Конкретно я отвожу примерно на 53 секунде. Если тут один спаун. 53 секунда пошла, отвел. Потом где-то 52 секунда. Отвел, как можно дальше идешь. И с каждым кемпом, с каждым стаком, вот это отвод, время отвода нужно немного увеличить. Допустим, если тут уже будет 3 стака, то примерно где-то на 51, на 50 секунде, все мы знаем, что на минуте именно рисаются у нас крипы, мы отводим где-то 51 секунда, подходим, бьем и пошли. Пошли, отходим и все, персонажи у нас рисаются. По данному кемпу все. Смотрите, теперь вот этот кемп разберем. Этот кемп у нас имеет вот здесь вот квадрат и вот здесь вот. Вот такой вот квадрат имеет. Вот такой вот. Вот здесь вот. Я примерно помню, потому что, на самом деле, дота с вот этими квадратами, это шлак, ребят. Это чисто, знаете, такая читерская тема, когда ты видишь, где у тебя отводы и какой тавр тебя будет бить. В общем, по этому кемпу, ребят, я отвожу крипов, вообще, в профите их отводить налево, но видите, тут деревья. Поэтому иногда деревья вот эти рубятся и все вот эти крипы отводятся налево. Вверх их тяжелее отводить, потому что тут нужно именно вывести их конкретно далеко вообще, то есть вот так вот отводить. И вот здесь примерно у них полоска. Они сюда выходят и спокойно рисаются. Давайте сейчас по-чуть отведем вот этот спаун. Первый спаун можно отводить наверх. Второй, вернее, первый спаун можно отводить направо. Вот смотрите, сейчас время будет где-то примерно на 53-й. Побежим, все, 53-я стукает. Мы идем, отводим крипов. 57, 58, 59, 0, 0. Крипы успешно резнулись, ребят. И с каждым, с каждым стаком мы будем увеличивать вот это время. Я отводил на 53-й, отведем на следующий раз на 52-й и так далее. Направо сюда тяжело, по чем будет отводить. Хоть тут и квадрат у нас респауна немного ближе, чем наверх. Но тут крипы начинают тупить. Смотрите, если мы отводим на 52-й секунде, мы идем. Когда крипов будет больше, они видите, видите, они тупят. Соответственно, вы будете, видите, они сразу пошли. Они дошли до сюда и сразу разворачиваются. То есть, если у нас будет тут 3 стака, 4 стака, уже, к сожалению, будет вот сюда невозможно отвезти. А так, в принципе, первый стак изи. Берем, цепляем, идем, допустим, на руну. Цепляем руну и отводим заодно крипов. Сейчас опять-таки на 53-й попробуем. Оп, поехала. Поехала. На 53-й изи также у нас тут получится стакнуть. Опа. И готово. Стакнули. В общем, вот так вот у нас и получаются стаки на алхимике. А потом с монеткой, с третьим спеллом, с раскачанным ацидом мы идем это зафармливать. Это очень удобно, что у меня там телефон разрывается. Но не суть. Опять, наверное, какой-нибудь подписчик пишет в инстаграме. Саламу алейкум, брат, когда стрим? Ребят, стрим каждый вечер в 7 часов. По МСК. Запоминайте. Вот так вот мы себе настакали 3 спауна именно на этом кэмпе. Давайте перейдем к следующим кэмпам. Идем к вот этому кэмпу. Что я расскажу про этот кэмп, ребят? Этот кэмп у нас имеет вот тут вот бокс. Вот тут вот, смотрите. Вот тут полоска. И эта полоска идет вот здесь вот примерно где-то. Вот так вот. Вот так вот. Поняли? Смотрите. Вот так вот. Поэтому неправильно отводить этих крипов вниз сюда. Потому что, если у вас будет много крипов, вы, к сожалению, не сможете отвести нормально. Этих крипов мы можем отводить влево. Даже вот, смотрите, 54 секунды и уходим вот сюда. Уходим. Кэмп успешно у нас отведен. Смотрите, у нас появились еще кентухи. Вот здесь вот полосочка, ребят, запоминаем. Если мы отведем сюда, когда с кэмпа уже будет 3, вы не отведете, ребят. И неправильно отводить вниз. Можно отводить вправо. Также здесь, сюда. Знаете, как это будет выглядеть? Алхимик вообще персонаж именно стороны сентов. Почему? Потому что у нас персонаж может отвести сразу вот эти 3 кэмпа. Давайте. Итем. Как у нас там Итем называется-то, е-мое. Итем. Кьюэлинг. Минус Итем. 60. Рубим вот тут у деревца. Минус Итем. Радиан. 7. Минус Итем. 145. Все. Поехали вот так вот цепляем. Смотрите, у нас скрипы выходят. Выходят. Опа. Стакнулись и внизу. Наверху, скорее всего, здесь не стакнулись. Минус Тайм. Получили золото. Что я сейчас сделал? Я вывел крипов вот с этой точки. С этой точки. И с этой. Вот сюда примерно на нейтральную зону. Давайте расскажу про нижний кемп, который вам тоже нужно знать будет, ребят, играя на алхимике. Нижний кемп у нас, он имеет вот здесь вот полоску, вот здесь именно. То есть можно отводить вообще, прям, блин, вообще-вообще, вот прям вот тютелька в тютельку вовремя. И этот кемп тоже, видите, риснулся. У него полоски, полоска вот здесь вот примерно проходит. Я не знаю точно, можно будет вот так ли заспаунить их. Это надо будет сейчас протестить, потому что точно вот полоску вот этого спауна я не помню. Я помню точно квадрат вот этого спауна. Он примерно будет у нас вот такой вот, ребят. Примерно вот такой квадрат спауна. И, соответственно, в чем профит? Рубим одно деревце. Если у вас, допустим, 58 секунда, и вы успеваете тут зацепить радиенсом, срубили деревце, крипы выходят, и сразу же они здесь риснутся. Отводить этот кемп строго рекомендую через вот эти деревья. Серьезно, ребят. Только через вот эти деревья. Далее. Давайте поговорим об этом кемпе. Этот кемп, по-моему, если не ошибаюсь, имеет вот такой вот бокс. Бокс спауна. Соответственно, в профите влево отводить или вправо. Но вправо потяжелее будет. Давайте вот тут встанем и посмотрим, правильно ли я показал бокс. Риснуться или нет. Да, риснулись. Соответственно, бокс у нас имеет вот такое вот примерно расстояние. Куда я этих крипов? Нет, вот такое вот примерно, потому что слева они тоже рисаются. Вот такое примерно расстояние этот бокс имеет респауна. И самая тема, отводить его вместе с этими крипами. То есть, как я вам показывал. Цепляем вот этих. Делаем блинк вот сюда. Подходим сюда. Рубим дерево. Заходим вот сюда. Обратно. Где-то примерно вот выделяем их в вот эту нейтральную зону респаунов. И все. В принципе, персонажи у нас... Вернее, наши ребята, которых мы будем фармить, они стакнутся. Ребят, они стакнутся. И у нас все будет хорошо. По данным, в принципе, отводикам, я вам рассказал все. Пойдемте посмотрим на эншентов. Как раз есть время сейчас, чтобы мы застакали их. И будем сейчас разговаривать. Главное вот этих крипов... Смотрите, ребят. Вот про этого крипа я сейчас отдельно расскажу. Как правильно стакать его. Ни в коем случае нельзя на критической секунде бить именно конкретно этого крипа. Вот именно большого. Знаете почему? Потому что я вам сейчас покажу. Смотрите. Допустим, у нас время 52 секунды. Мы должны стакнуть. Бьем его. Ударили. Но видите, он сейчас, к сожалению, пошел у нас. Обычно этот крип... Он останавливается. То есть мы его ударяем. Он останавливается. Зажигает вот этот вот... Свой атак спид. И просто тупит стоит. И все. Мы заруинили себе отвод. Поэтому в приоритете, когда вот этот крип здесь есть, ударить маленького крипа и отвести. И какой хитбокс... Не хитбокс, а... Хитбокс это неправильное понятие. Хитбокс это вот, допустим, персонаж, и он имеет вот такой вот квадратик. Это и есть хитбокс, о котором я говорю. Какой у нас квадрат отвода имеет вот этот спаун? Вот примерно вот такой вот квадрат отвода он будет у нас иметь. В профите отводить не наверх, а вниз. Ребят, вот так вот пойдемте отводим. Можно даже деревица рубить. До кучи. И у меня часто... Ну, не успеют отвестись. Видите, крип. Вот здесь вот еще был и не успелось отвестись. Поэтому нужно либо как-то вот сюда их сначала выводить. И вот сюда идти и отводить. Либо же рубить вот эти деревья досконально. Ну, этим как бы заниматься стоит и рубить деревья. Тем более на алхимике. Я вам не рекомендую. И скажу, почему я не фармлю эншентов на алхимике. Об этом чуть-чуть позже поговорим, ребят. Сейчас я договорю об этом кемпе. И поехали. Так вот, смотрите. Типа, можно срубить вот так вот деревья. Да. В принципе, прикольно. Если у нас саппорт ничем не занимается. Он рубит деревья и стакает нам. Не профитно алхимику фармить вот этих персонажей. Несмотря на то, что ацит будет дамажить их. Потому что ацит это физический урон у нас. Кто знает, тот уже поймет. Вот. И давайте сейчас еще раз попробуем отвести. Где-то отведем. Ну, на 52 секунде их заагрим. Видите, он зажег первый и остановился. И стоит там, вдупляет. Я думаю, тут изи отведем. Оп. Отвелись у нас. Все хорошо. Я считаю, что и на этих крипов проще отводить вот сюда. И по времени, по времени нужно выгадывать, ребят. Если чем больше у вас здесь крипов, тем время нужно больше делать. То есть, допустим, если у нас будет уже вот столько кемпов, то примерно на 51-52 секунде уже их отводить. Касаемо этого спауна, я сказал у нас, через сколько времени надо отводить. Можно отводить даже за 2-3 секунды. Если вы успеваете на скиле, сразу срубить дерево, крипов заагрить и вывести вот сюда. Этих крипов примерно, ну, тоже на 53-54 секунде можно выводить. И, соответственно, чем больше крипов там стоит, тем больше мы увеличиваем время. То есть, уже будет не 53. Если, допустим, там 3 кемпа, то на 52-53 секунде лучше это делать. Сейчас я уже, наверное, не успею отвести, потому что поздно похватился. Хотя у нас тут нету деревьев и крипов не будут сами себе мешать. Так, заросли деревья. Деревья рисуются у нас каждые 5, 10, 15, 20, 25 и так далее минут. В общем, смотрите, у нас тут появились еще големы. Вот так вот мы и стакаем. Но, почему я не рекомендую фармить на алхимике эншентов, ребят? Это просто тупо трата времени. Не главное, сколько тут вообще золота за этот кемп мы получим. Нам главное количество крипов. Чем больше крипов, тем больше у нас будет наша СТ-шка. Давайте посмотрим, есть ли она у нас вообще. Нету СТ-шки. Смотрите, о каком СТ я говорю. Надеюсь, тут оно покажется сейчас, потому что тогда, когда я писал, не показывала. Да, СТ-шка пошла. Смотрите, 6 золота, 9. Это все золото будет скапливаться. У нас, вот видите, 27. Тут показывает, потому что тогда не показывала. И в чем смысл? Мы идем на данном персонаже. Вот сюда, допустим. Рубим тоже дерево. Вот кабольды. Идеально просто для алхимика. Обожаю их. Просто обожаю кабольдов. Все, зафармили. Кабольды. Это самые приятные крипы для данного персонажа. Почему? Потому что, чем больше крипов, тем больше золота мы получим, ребят. Видите, уже 111. Это первого левела монетка. Если вы хотите очень быстро выформить, то монетку желательно, ребят, максить. Максить. Ну, почуть. По мере возможности ее докачать. На самом деле, с 3 на 4 левел, в принципе, разница небольшая. Но не суть. Давайте перейдем к вот этим отводам. И к вот этому отводу. Смотрите. Что у нас тут имеется? Бокс отвода у нас, по идее, примерно где-то вот вот такой вот. Должен быть где-то, если я не ошибаюсь, по-моему, вот такой вот даже. Бокс отвода. И как тут нужно отводить? Я всегда отвожу. Нет, бокс отвода будет чуть больше, потому что вот здесь вот примерно где-то... Так, вам не видно там, походу? Не знаю, багается, не видно. Вот такой вот примерно бокс отвода будет. Один из самых больших боксов отвода это... Надо выключить радиенс. А то сейчас крипов загрем. Примерно вот такой вот бокс отвода, потому что вот здесь вот крипы не спаунятся, когда они вот еще здесь стоят. В общем, вот такой бокс. Слева направо лучше отводить, потому что данные крипы, они... Надо выключить радиенс. Данные крипы хорошо отводятся в бок. Когда их там много, тоже 2-3 спауна, тоже тяжело уже потом отводить, лучше, конечно, будет, если мы вот эти деревья срубим, и нам будет намного проще их отвезти. Касаемо этого спауна, у нас тут бокс будет вот такой примерно. Примерно вот такой бокс. Тяжело их отводить вот сюда, на самом деле. Ну как тяжело? В принципе, легко. 53-я секунда и поехали. Этих примерно тоже на 53-й и уходить как можно дальше. Сейчас я попробую вам показать, на деле, как я стакаю. Сейчас включим радиенс. Поехала вот 53-я секунда, делаем даггер сюда и уходим, уводим их сюда. Уводим 57, 58, 59. Даже, видите, не на 53-й, а где-то, например, на 54-й, можно смело стакать. И просто принимаем. Эти крипы тоже у нас отлично стакнулись. В общем, такой вот вам помощник на данном персонаже. Хеназес показывает, как вам правильно отводить эти кэмпы. По этим кэмпам мы поговорили. Давайте поговорим об этих кэмпах. Этот кэмп имеет вот такой бокс. В профите. В профите. Отводить наверх. Наверх, ребят. Потому что, я не знаю, я всегда отвожу их наверх. Мне почему-то проще их отводить наверх. Хотя, по идее, хит... По идее, бокс вот этого отвода, он у нас вот здесь вот, конечно, получше. Но крипы, у них такое свойство. Они начинают друг друга задрачивать, когда им что-то вот тут мешает. Они начинают друг друга тыкаться. И, соответственно, вы можете тупо не успеть отвезти. По этому спауну я вам рассказал про бокс. Примерно по времени отвода. Ну, примерно где-то вот 53. Поехали. 53. Поехали. Посмотрим, докуда они у нас дойдут. Смотрите. Дошли полностью сюда. Времени еще много. Ну, примерно 53-е. Второй стак. 52-е. И так далее. И ниже, ниже, ниже. Ребят, пробуйте. Отводите. Должно все получаться. По этому кэмпу мы поговорили. Сейчас поговорим об этих двух остальных. Самые простенькие кэмпы. И единственные кэмпы, на которых за скоржей можно камбетчить на данном персонаже. Как вы знаете, вот тут можно 3 сразу отвезти. А тут, к сожалению, только 2. Тут есть одно деревце. Вот оно. Оно стоит и палится. Видите, да? Да я же разверну. Если его срубить, мы имеем прямой доступ к этому кэмпу. Соответственно, что это будет нам давать? Если подходит уже время. Подходит время спауна. Можно будет еще так же прорубить. Я вам постоянно на стримах показываю. Уже достал этот алхимик. Пишет, удались из игры. Включаем радиенс. Стакаем там. Стакаем тут. Уходим сюда наверх. И что мы получаем? Мы получаем отличный стак. Видите, мы прошли на 54-й вроде. Если не ошибаюсь, деревья разоросли. Потому что 15-я минута. Вот. И пошло, пошло, пошло у нас дело. Вот это все. Все стакнулись. Убиваем в первую очередь вот это аурера. У которого аура на армор. И знаете, да? У нас первый спел бахает. Я уже объяснял как. Поэтому армор почему надо вырезать сразу, чтобы зафармить быстрее. Вот. И вот такой вот у нас спаун получается крипов. Сейчас пропишем тайм. Минус. Тайм 6. Чтобы было видно. Еще желательно вот это дерево убирать. И вот это, ребят. Очень сильно помогает. Потому что крипы не врезаются. Они сразу идут напрямую. Вот тут мы стакнули. Так. Давайте покажу вам, какой у нас тут бокс. Бокс примерно от вода у нас будет вот такой вот, ребят. На данном кемпе примерно такой бокс. Наверх я их не отвожу. Я всегда их отвожу вправо. Или вот через вот эти деревья. Но я стараюсь вот тут деревья срезать. И отводить. Примерно по времени вы видели. 53-я секунда где-то и выше. И ниже потом в соответствии от того, сколько мы крипов тут уже имеем. Смотрите. Оп. Риснулись. Бокс я вам показал правильно. Вот такой вот примерно бокс. В принципе, похоже с вот этим кемпом. Но нет. Смотрите. Самый. Один из самых тяжелых вот этих отводов. На самом деле. И как. Вон тот вот. Вот этот отвод тяжелый. И вот этот отвод тяжелый. Он имеет бокс примерно вот такой вот. Даже вот я бы сказал бы, наверное, где-то вот такой вот. Сейчас вот почетче вам выделю. Вот такой вот бокс. Примерно. Отвода. В профите вы видели как. Я отвожу их наверх этих крипов. И мне так реально намного удобнее. Потому что я хватаю этих крипов. Хватаю этих. И пошел. Можно, в принципе, и вниз отводить. Но если крипов становится больше, соответственно, я повторяюсь. Ребята, уже они начинают друг друга стопить. И вполне возможно, что ваш отвод никак не получится вообще. Просто вы не сможете его сделать. И давайте еще раз попробуем стопить их. Этих крипов. Вот здесь вот через верх. Примерно. Ну, на 53-54. Потому что не вижу смысла отводить раньше. Вполне возможность будет, что вы прогуляете этот отвод. Так, 52-ая. Гоу. Стакаем. Опа. 53-я секунда. 53-я. Отводим. Опа. Стакнули. Все. Вот так вот это и работает, ребята. И чем больше тут будет крипов, тем лучше. Чем лучше для алхимика. То есть, ребят. На алхимике важно знать тайминг отвода. И стараться не прогуливать эти тайминги. Ребят. И, в принципе, по этим отводам все. Давайте перейдем к энчинтам. Вот этим энчинтам. Сейчас я вам покажу, какой там бокс отвода. И как правильно их отводить и на какой секунде. В общем, смотрите. Бокс примерно у нас имеет вот такую вот тут тему. Влево отводить их нереально в принципе. Смотрите, я встану тут алхимиком, где вот он бокс. Вот тут вот он будет бокс этот. Потому что, когда у нас 3-4 стака, они не успевают дойти до сюда. Друг друга блочат. Вот тут вот крипы. И, к сожалению, наш отвод не засчитывается. По времени отвода примерно так же. 53-я секунда. Опа, поехали. Ударил на скрип. Злится, что мы их трогаем. Отходим сюда. Возвращаемся. Возвращаемся. Видите? Они уже до сюда выходят. Ребят. Так, а там что, крип остановился? А нет, он раньше ушел. Понимаю. В общем, получился у нас отвод. Сейчас будем стакать. Где-то примерно на 3-4 мы сейчас достакаем. И будем в это время разговаривать, ребят. В общем. Еще имеет смысл срубить, в принципе, здесь деревца. 1-2, чтобы они не блочили друг друга. Налево я не рекомендую, ребят, отводить. Потому что очень много, на самом деле, я руинил себе такими отводами. Отводя налево. Наверх почему-то всегда удобнее отводить. И крипы слушаются реально намного лучше. И тут главное, главное, отводить немного раньше. Вы видели, сейчас мы примерно на 53-й отвели. Сейчас отведем примерно на такой же секундочке. Может даже... Ну да, на 53-й. Скорее всего, будем отводить. Отведем ацидом. Крип сейчас бахнет, будет стоять. Но я, скорее всего, прогуляю. Тут отвод. Нет, отводим вот сюда. Пойди, должен успевать. Нет, не успеваю. Видите, вот что я говорил именно конкретно про вот этого крипа. Если бы я сейчас не ацидом ударил просто вот этого слабенького, он бы сразу, не зажигая первый спелл, сразу бежал бы. И все было бы хорошо. Не стоит вот это, ребят, забывать. В общем, по этому отводу, ребят, вот примерно... Главное, с вот этим крипом не лоховаться. Потому что это самый отвратительный крип для отвода. И отводить примерно на 52-й секунде. Если же мы лоханулись, то, к сожалению, вы уже не отведете. 53-й тире 52-я секунда. И можно спокойно... Спокойно себе стакать. То есть заруинили сейчас себе стак. Будем уже намного умнее на следующий раз. И не будем позволять одному персонажу, вот этому крипу, давать вот этот спелл. Чтобы он нам руинил отвод. Сейчас еще раз отведем. И пойдем уже, наверное, в игру. Все, поехали. Все, никого не били. Персонаж довольный. Первый не зажег. Отвели сюда. И поехало. Опа. Вот наш отвод завершился. Смотрите, в общем. Главные азы. Я вам рассказал, как правильно отвезти. И куда их отвезти. И примерно по какому времени. Время нужно смотреть. В зависимости от количества стака. Допустим, вот сейчас где-то примерно уже на 51-52 секунде уже желательно отводить. Чем больше крипов тут, тем дольше время, тем дальше надо время отодвигать. То есть 53-я секунда отвод, 52-я, 51-я. В принципе, стакать можно бесконечно. По 5-6 кемпов. По 6 кемпов это очень много. И очень тяжело это сделать. Потому что нужно попадать четко в тайминги. И в принципе, по отводам. Я вам все рассказал. На алхимике это важная часть, на самом деле. Потому что это, по сути, механика данного персонажа. Если мы ее соблюдаем, то мы будем в шоколаде. Мы будем в шоколаде. Давайте отведем. Еще разок. Все, пошли у нас персонажи. И развернулись. Видите? Соответственно, я неправильно отвел. То есть, видите, с определенным количеством времени они начинают вести себя немного по-другому. Нужно тут... Кто-то подписался. Спасибо ему за подписку. Нужно тут вот эту тему как бы знать. На моем гайде вы можете спокойно научиться и понять, что вот сейчас нужно было, в принципе, так же на 53-й и отводить. Они начинают. Чем дольше идут, тем как быстрее возвращаются. Ну, я думаю, вам будет понятно, в принципе. Но на алхимике, опять-таки, ancient of farming, ребят, я вам не рекомендую. Вот серьезно. Ну, в принципе, это все. Рассказал вам по каждому кэмпу. И давайте уже, наверное, пойдем в геймплей, ребят. Погнали. Итак, ребят, начинаем наш гайд. Рубим здесь лесочки. Специально. Специально рубим лесочки, чтобы нам было полегче отводить. Если что, будем пытаться отводить сразу два кэмпа. Так как мы идем на вот эту линию. На центральную. Будем затариваться. Так, возьмем сапог, ботул. И, я так понял, у нас еще парнишка написал, что меня знает. Вот на вот этом слоте должен пойти. Может, еще тоже что-то постакать. Я не знаю. Будем, в общем, смотреть, как у нас это будет все происходить. У нас еще есть некоторые мгновения до начала катки. И верните мой 2007. Судя по моим волосам, видите, да? Но не суть. Ладно, ребят, поехали. Сейчас еще чуть порубим. Все, хватит. Кого, помогите. Так, что там у нас? Ну, на самом деле, в с алхимоса, химик, если химик будет, ой, если хускарчик будет под бустом, то я ему ничего вообще не сделаю, в принципе. Так, надо веб чуть припустить. Вот, идеально. Все, вкачиваем монетку, ребят. Обязательно вкачать монетку, потому что без... Без... Не играл лет 10 дотах. Без монетки я, к сожалению, без кача на третью спал не смогу ничего забрать. И сразу берем сапожок, ребят. И далее будем выфармливать на ботл. Пока мы выфармим на ботл быстренько, мы, соответственно, смотрим, сможем уже что-то там подстакнуть. И будет, в принципе, попроще. Так, кто у нас с нами на миде? Виверок. Ну, вивера, в принципе, мы можем зонить хорошо ацидом. Вивер, посмотрите, как сильно проблочил клипов. Давайте попробуем вот так вот как-то сделать. Вот это вот сюда. Надо перетягивать, перетягивать, перетягивать. Смотрите, ну не дает максимально. Понимает парень, что алхимику нельзя давать вообще. Подходить. Даем тычку пацану. Так, он дабл тычку там вкачал, да? Хреново. Ну, гоу, отведем тогда. Отведем. Есть у нас сапожок. Должен успевать и отводить. Должен успевать и отводить. Так, ну, вот этих отведем тогда. По-другому никак, ребят. Так, ну и Вивер что-то знает в этой игре. Отводим мы маленький спаун. Потому что все равно как бы нам не хотелось бы. Боже, смотрите, а я сейчас тут отъехать могу. Сейчас разбивает. Опа. Гоу, подеремся. Э, я его тут убью, по идее. Эх, ну мне, мне, мне. Мне, мне, мне. Эх, ну Вивер пытался. Эх, ну. Опа, добиваю хорошо. Опа, добиваю хорошо. И... Не добиваю плохо. Так, ну что ж, Вивер уже резнулся. И опасно, опасно, ребят. Без хила нам стоит. Ну и курица, как обычно, по дефолту побежала куда-то на топ. Ну и пойдем на низ руну. Заодно стакнем здесь крипов. Стакнем крипов и пойдем на топ. Ой, на ботам руну. Видите, дрочатся, да, крипы? Я говорил вам, как не отводить. Вот, и, к сожалению, я иду так же отвожу. Но, скорее всего, там не отвелось. Вот просто давайте забьем. Вангуем 90%. 90% даю, что не отвелись. Да, не отвелись, конечно же. Ну, это классика, ребят, классика. Так, ну где мой ботл? Ботл, ботл. Очень много фарма. Я просираю, вейс-вивер достаю. Как бы ни мед, ни сахар, еще и курицу уъезают. То это вообще такое. Это вообще такое. Так, ну придется тут ацидом закидывать, потому что он просто доминирует на мидлейне. Пока нет у меня ботла. Но, в принципе, он может заагрессировать, я думаю, и просто убить меня. Все есть у нас. Первый. Отлично. Гоу, хилимся. И начинаем душить, пацаны. Но лучше давайте стакнем еще раз. Стакнем еще раз. Сейчас будем на 53-й отводить. Гоу. Все, хорошо. И надо все же доминировать эту линию. Не знаю, у вейс-вивера тут должно быть изи. А в итоге не изи. Нихрена, ноль крипов, два крипа на третьей минуте. Это себе такое. Ну, вивер агрессивный очень тут, на самом деле. Ну, посмотрим, как оно будет. Руны нету, хорошо. Вивер у нас там 200 хитпоинтов. Будем тупо стоять, спамить от сыном. Вообще, сентрячок бы сюда мне купить, было бы идеально. Врачи, это парнишка. Да, ну, будет вылазить и буду драться. Все, не вылазит. Хорошо. Давай-давай-давай-давай. Ну, убивает меня, изи. Понимаю. Молодец. Сильно играешь. Байбекаться, ребят, можно сразу же. Иди отсюда, лох. Прогоняем с линии. Так, ну, монетку он там заберет на топе. С фармом монет тут, конечно, говно забрал он уже там. Уже нету. Уже нету. Так, ну, давайте вот так вот сделаем. Фарм говнище, тотальное. В принципе, эта игра никудышная абсолютно. Никудышная игра. Я бегаю. Най-понимающий вивер. Най-с, добиваем крипа. Смотри, где там вивер, как камбэч. Просто сильный вивер. Вывер. Сильный вивер. До сих пор вивер там бегает. Смотрите, еще и даже кого-то убивает. Рукайтед, просто понимаете. Вивер такой персонаж, который жестко душит ой, а не туда чарж даешь, братан. Ну, у меня фраг он забрал и, в принципе, чарж еще прогуливает. Ничего страшного. Купил дота премиум. Понимаю. Идешь на мидии, не переживайте. Все с подкухой. Все с подкухой. Побежали за монеткой. Надеюсь, пульс не успеет. Забираем. Забираем. Почпонь. Казнили. Что, будем выходить на мид или почпонькаем? Давайте еще одного казни. Опа, он тут, смотрите, какой... Какой герой войны у нас тут. Вы просто смотрите. Надо сбивать. Как же он душит, посмотрите. Это дурачок на вивере просто набущенный. Забущенный. Дурачок на вивере. Как же он лупит. Я тут не умер бы все равно, но посмотрите, как он бьет. Воу. Воу, как он бьет. Просто три армора. Жучок угрызается и все. Ничего страшного. Ничего страшного. Угол через армлет. Га. Армлет на восьмой минуте. Такое все. Не очень быстрый фарм, конечно, получается. Боже, что ты так лупишь? 22 урона всего. Всего 22 урона. Лупит. С армором, конечно, он базилку включает, чтобы специально крипы выжили. Добиваю. Так, выделяем. Хорошо. Ждем. Что там по времени? Есть ультимейт. Хорошо. Так, отвели мы иллюзиями. Отлично. Еще даже если кату заберем. Ну, кату не забираем, к сожалению. Но ничего страшного. Так, фарм тут у нас. Дазл. Ну, помоги, венгочка. Ну, ты ж не видишь, что ли. Боже, сколько крипов теряю. Опа, шишер. Умирайте, ес сейчас будет там. Да, сдабыл демиджер. Ну, молодец. Вивер молодец. Он очень хорошо отыгрывает. Молодец. Молодбец. Стан я не буду качать до максимального. До того, так сказать. Что ты хочешь от меня? Ты меня тут не убьешь. Армлет не переставился. Плохо. Армлет просто не переставился. По дазла вытягивает. Там просто дазла ваншот. Понимаю. Плохо, буста нет никакого. Какого буста. Обьемся, гоу. Надеюсь, Девс не будет ультовать. Так, ну забираем Крипиевсов. Входим. Опа. Ну, вивер молодец. Смотрите, как гангает. Кто там у нас бежит? Виверок. Хорошо. В общем, давайте закачаем мы отсыд по максимуму, ребят. Ой-ой-ой, смотрите, тут у нас стак какой-то есть. Купим это деревце. Вот так вот делаем. Зафармим. Ненавижу. Кробу. О, смотрите, там кто-то нам помогает фармить. Там вивер у нас помогает фармить. Это мой Крип, отдай. Свинота. Свинота на вивере. Ну, игра тема интереснее, ребят, что вивер что-то соображает. Пытается, блин, ну сбивая себе боттл. Очень плохо с координацией что-то у меня. Но секрет о всех я вам не расскажу. Почему у меня координация нарушена? Но игра интересная, да? Вивер, видите, вивер овнит. Это хорошо. Меня он все равно не перефармит, не загангает. Ребят, на боттаме, смотри, тут есть крипы. Поэтому сейчас мы туда сместимся. Все, можно армит выключать. И курочку нассылать уже на магазинчик. Хорошо. Все, Найс, но плохо. Плохая руна. Очень страшно, прогуляемся. Там просто овнит у нас вивер 7-2. Посмотрите, как. Как же он овнит. Там все овнят, посмотрите, как. Есть у нас сакрит, но баратрума тоже там овнит. Да, молодец. 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 Плохо, очень. Может, там тоже овлеет, как же больно. Не попадает. Смерт. Слушайте, на мне урна висит еще. Много мелочевки, Найс. О, в лесочке. У меня почти есть радиенс. Но интересная игра будет, я чувствую, ребят. Потому что вивер не дурачок. Там вардик. Видели? Надо бы снять его. Так, есть радик. Гоу, сносить. Ой, как его подсейвили. Вы просто посмотрите, какая у дота. И он возвращается с ультимативной. Сантимативная возвращается. Просто, ну, молодцы. Там ребята играют прям по-страшному. Все, хорошо. Гоу, леса пылесосить. Это наша сторона, ребят. Играем на алхимике засентов. Соответственно, фарм на нашей стороне, ребят. Ты играешь за сентов. Так, ну, надо, блин, я не знаю. Надо бежать, ребят. Надо бежать. Плевать на этих крипов. Надо вот этих стакать. Надо бежать вот тут стакать. Вот этих крипчиков вот тут. Опа. Опа. Кстати, их быстренько убиваем. И отходим сюда. Все, хорошо. И на рунку. Ой, отличная руна просто, ребят, для нас. Все, хорошо. Сразу на руну. Ой, на руну. Можно на мид одного послать. Все, и фармим спокойно. Стоим. Этого одно сюда. Главное, не забыть армлет включить. Что мы, соответственно, и сделали. Все прекрасно. И фармим тут, фармим там. Везде фармим. Все у нас прекрасно. Просто забыть. Хорошо. Лизию там убивает в десятером. Ну, зря бы, зря бы так, ребят. Сейчас бы ты героок, ребят, еще. Это куча. Жалко, не добиваю. А так, надо тут еще побежать стакнуть. Отлично. Отлично. Успеваем везде постакать. Здесь стакнули, здесь. Вкачиваем стан. Ой, вот этих хрипов обожаю на алхимике, ребят. Драка какая-то на миде происходит. Я тут фармлю. Да мне плевать, ребята. Дайте дофармить. Мне плевать. Так, найс. Го, ребят. Дайгер тревела. И классно. И классно будет. Там еще на айкс. Эта игра же набирает обороты, ребят. Посмотрим. Сможет ли алхимик вытащить это. Кабольды, мои любимые крипы. Просто найс. Так, снова снес у нас там тавр. Берем, ребят, продаем щиток. Вот этот. Покупаем дайгер и тревела. И надо почуть душить уже. Начинать хускаров. Всяких виверов. Вивера тоже уже должны, по идее, убивать. Гоу лес. Зайдем. Требела летят. И в магазинчик отправим. Так, баунтируну на топе забрал. У нас дазл. Зус. Зус тут у нас. Все, иди туда. О, так вот. Боже, это просто изи камбэк. Ребят, по трипл спауну фармить. Просто изи камбэчит. Так, ну гоу. Подеремся вивер опять с дабл демберджем, с диффузой. Уберок пошел в лес. Ныряет лес у нас. Но мы не будем сильно палить, что мы тут. Вот так вот куру отведем. Все, хорошо. Ставим на пятерочку. И можно, в принципе, начинать уже что-то делать. Гоу. Делаем тп-шку. Не раскачен стан у нас, к сожалению. Стан пока что не раскачен. Гоу. Ша, это наш клиент. Шишер душит. Шишер задушен. Все, стан раскачали, ребят. Это хорошо. 120 маны. И ультимейт у нас вот так вот. Пуджа хватит маны, чтобы меня убить. Поэтому нужно аккуратненько, отъехаться только. Эхо-суицид. Ну, классика жанра. Стан не успел. МП нет. Ну да, такое. Бывают такие оплошности. Ничего страшного. Стакаем опять крипов здесь. Вот так вот триплу. Гоу. Цена. Это строго наш парень. Это строго наш парень. Берем еще боттл тут. Надеюсь, монетка. Ооо, вообще 450. Фри какашечки. Фри какашечки. Чпоньк. Чпоньк. Так, а что это там у нас происходит? Отходим. Отходим, ребята. Отходим. Манту что ли делать, ребята? Бедно. Венгу там пинают. Ой-ой-ой. Еще и бедный у нас дазл. Там идет фидит. Фидит идет дазл. Но мне туманно, чтобы файтиться. Весемьсот на кармане. Вебмайни, как говорится. Прогулялся до зла. Давайте мы, наверное, купим. Так вот. Я люблю, если честно, продавать топорик, потому что без топорика фарма ухудшается очень сильно. И давайте, наверное, тут по чуть. Акториниус сейчас соберем. Акториниус. Там всего лишь диффуза. И если тут сейчас выйдет у нас какой-нибудь найк с лесной на линию, дефить, то мы его изи убиваем, в принципе. Опа. Ага. Будет жрать очень плохо, ребят. Просто очень плохо. Лучше вообще просто на Иуле. Найс. На Иуле бежит там просто. Не знаю. Ну, не думал я, что тут еще придет пуш. Не ожидал, честно, Рилли. Ну, вот такое. Прогулочка. Прогулочка, ребят. Называется прогулочка. Ну, найк с... Найкса раскайтили. Просто найс. Так. Ну, тут надо будет, братишка, кидать на себя крест. Сбивай, сбивай тараканчиков. Сбивай. Ты что? Не бегай. Сбивай просто. Они же тебя задрочат сейчас. Ой-ой-ой. Убьет вивер. Убьет. Просто. И смотрите, как здесь подсевлет. А на нем, смотрите, минус 10 армора уже. Ну, там вивер ушел тупо в второй, третий. Потому что пауканчики били бы намного сильнее. И это видно. Так. Зевс у нас тут. И сейчас пойдем на низ, ребят. Скорее всего, надо будет делать манту. Возможно, какие-то нужно будет даже глобальные айтемы. Но смотрите, просадочка. Идет один вивер. Там играет 11 на 3. Пацан. Сильный. Но играет мощно. Баночки сильные. Так. Ну, что ж у нас тут Зевс. Зевс у нас тут Девуар. Смотрите, прям как стрим. Снайпер играет. Как стрим снайпер. Гоу на мид. Задефим. Так вот сделаем. Сейчас уже будет ультимативная, улучшенная. Хорошо. Гоним. Можно будет сделать и гоним, но не сразу. Можно будет, но не сразу. Так, убьем вот этого. Только что не отводятся-то, ёпта. Что-то там парень огорчился на вивере. Если честно. Ну, что-то такое. Что-то такое. Я думал, я ближе буду хотя бы сюда куда-то, блин, конус. Ну ладно, не чувствую дистанции пока. Если честно, я уже подустал. У меня уже сколько? Два ночи. Вру. Уже очень поздно. Я до сих пор сижу, играю в доточку. Но мне нужно записать для вас красивую игру. Первая игра мне не понравилась. Там изи вин была. На 25-й минуте уже было 6 ладов. Не знаю. Не хочу я такую игру показывать вам, ребят. Ну, мне кажется, неинтересно. Блин, там лотар найк сделал. Ну, что за мода брать лотар, ребят? Ну, это же, блин, засиралого слота одного. Бесит аж, аж бесит. Так, ну, игр делает типа, сейчас будем драться. Будем драться сейчас. Стелить не надо, стелить не надо, ребят. Дайте вот этих всех тут максимально. Так, ну иди сюда. Здесь все на своем. Ты что сказал? Ля, какой шустрый. Обманщик. Опа, я тебя тут зажимаю и все. И ГВПшка. Заходите к нам, друзья. На чай. Будем рады мы вам. Так, вот это плохо. Этого пацана не надо уже нам. О! Найс! Хорош путь. Красавчик. Ждем второго, иго. Ой, БКБ. Смотрите, какой серьезный хускар стоит. Большой, сильный, опасный. А давайте мы вот так вот сделаем. Опа, вот этот Гуля Найсевич, вон он. Ес, давай бахай, что-нибудь. Шо Ес бегает? Ес, братишка, я тебя не понимаю. О, иди в задницу просто, на своем пудже. Найкс, где Найкс? Ну, понимаю. Понимаю. Ну, такое, но есть уже 4 700, ребят. Опа, Шишер опять пришел. Шишер. Ну, я тут не солью его. Ждем баратрумчика. Опа, ча. Парнишка. Гоп-стоп. Мы пришли из-за угла. И тут толкает. Так, вот поехала, ребят, фармить. Ой, ножка зачесалась. Ножку почесали, как обычно. По кайфу. Так. Иисус там. Монетки тырит. 24-ая минута. В принципе, неплохие слоты. Нормально откамбетчили. Но начало у нас было не очень удачное. Кто хускарпой не идет, да? Пока БКБ не прожал, надо лупить. Утимейт уже кончился. Но надо вырубать. Ну да, зл, земля пухом, брат. Надеюсь, сейчас найкс не придет какой-нибудь душить. А то я не успею переармалить. Там еще и Зевс может ультануть как-никак. Гоу, на миди крипа заберем. Но не успеваю тут. Не успеваю. Ноем, ноем, ноем. Здесь 4К формат. Чего, муншарника, ребят. Для более чуткого мувспида. Чисто, у тысячи, 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 тысячи. Чисто вудоту показать. Гоу, 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 ребят, гоу. Купим муншарник. Вообще можно такие жесткие слоты на алхимике собирать ранее. Там рапиры, дезоляторы, там всякую такую приколюху. Там найкс еще не стоит забывать. С найксом дела плохие, ребят. На иншинтов. Иншинтов можно, в принципе, сейчас зафармить. У нас это много времени не займет за счет муншарда. Все, просто запинали. Запинали. Можно манту делать для более быстрого фарма. Делаешь манту и просто чижики и мегамяса получаются. Намного быстрее выфармливаешь. И все, как бы казалось бы, каточка уже закончилась. А ну тут не тот-то был. А тут у нас чижики и мегамяса бегают. Так, на низу какой-то гэнгбэнг устроили. Так, ну иду по речке. Побежали. Зевс сокращает дистанцию. Подходит близко. Опа, приветик, братка. А я тут, как тут. Шустил! Ты что? Я не уважаю такие дела. Так, пуджик, пуджик. Вижен. Хорошо. Кто там? Венгу душат, да? Найду помогать. Надеюсь, я тоже умрет. Да! Собаченым. Не кусаться, не гавкать. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Шишер вон у нас вышел. Так, попробуем шишер разобрать, ребят. Мне кажется, у нас не получится. Хотя, можно попробовать. Можно попробовать. Если бы, ну, не этот центр, не убил бы я. Я не успел там выкинуть. Мощный алхимоз, ребят, получается у нас. Хорошо. Блин, надо травола вторые купить с баратрумом. Бегать. Успеваем выкинуть, это хорошо. Бедный Зевс. Бедный Зевс. Гоу-бэк, братишка. Заберем тут крипчиков. Вот так вот сделаем. И там я уже ТП-хнусь, там уже не будет ни одного крипа. Но ТП-шку отбили мы, все равно. Семь тысяч АСТ у нас на двадцать седьмой. Бедный Дуазлик, запинали таки, братишку. Запинали братишку. Так, ребят, сделаем сейчас еще один слот. Сделаем Скади вместо Ормлета. Скади вместо Ормлета сделаем. Что, было потолще, пожирнее и по-статистнее, да? И муншард я не буду кушать пока что. Ормлет тупо продам. Потому что это лишнее юзание, надо убирать. Все, есть, гоу. Ормлетик есть. Сейчас будет скорость еще больше. Хуй, по кайфу. Все, найс. И сделаем все Травел А2, гоу. Чтобы с Баратрумом уже можно было. Боже, не могу блинкануться, прикидывайте. Найкс не успевает речь нажать, но я не знаю, слышали? Вот эти звуки были, я не мог блинкануться. Почему? Почему? И можно Кирасу или Молнии, в принципе, к этому затару. Ну, думаю, Кирасу, потому что там дамагеры есть, и это плохо, ребят. Дамагеры там. Чел на Хускаре. Хускар будет отсыпаться просто. Ну, эта игра поинтереснее, конечно, чем первая. Но, наверное, эту игру я выложу, потому что это реально игра интереснее. Чемпион. Все, я все сказал, и да. Опа, опа, ча. Вот так вот делаем. Ваши все. Понимаю. Ну, самая случайность такая, если честно, что Кускар пошел там девардить. Линка у нас появляется. Ну, Абисел, ребят. Абисел надо будет собирать. Тут нужен будет Абисел, чтобы Вивера не выпускать из комбота. Плюс это дэмэдж. Нужен Абисел будет, ребят. Так, ну, если пойду дальше, я буду драться. Там, боюсь, еще Плудж будет. Гоу. Пацанат загрузу просто. Казнить всех тут на этом месте просто. Так, хорошо. Хорошо. Так, вот сюда. Ребята, Абисел надо начинать делать. Можно купить, сейчас будет Сакрыт уже. Пока курочка у нас там бесит. Так, сек. Мне тут вот эти крипы и Абисел забирать. Найс. Найс. Так, ребят. Ждем, ждем, ждем. Эннами. Прыгать мы первый не будем. Соответственно, Вивера тоже, в смысле, не вижу фокусить. Если Линку и Виверу собьют. Да, я буду драться. Так, а так, чилим. Ждем, пока тиммейты что-то намутят. Пушатся у нас тут. Товрог. Тиммейты пушат. Так, у нас Вивер нам бывает. Походу нет, Линочка ему не сбивает никто пока что. И пусть пушат. Пусть пушат. Я пока тут крипчиков поразминаю. Как бы алхимиком... Да, там типа... Идти. Помиду, душить. Так, походу душиловка началась, да? Опача, опача. Я бегу, ребят. Я бегу, ребят, ждите. Ой, контроль потерял. Ох ты, дает. Йу. Но я буду драться, бро. Ты тут не уйдешь никак. Запинал. Че за замедление? Опа, у меня тут уже второй братишка. Братишка есть. И сюда, на своем. Ускари снимаем армор. Просто душим. Жутим этот катится. Хорошо. Последующий. Заходи по одному. Последующий. Найксик хилиться, бедненький. Боится, боится, братишка. Боится. Ну ладно. Не будем обижать злых Найксов. Уйдем. Подфармить еще. Сделаем уже 6 слотов. Конкретно. 6 слотов конкретно. Ну, изи, изи камбэк. Ребят, на самом деле, игра такая красивенькая. Ривер там что-то душил. 14 на 8, но не задушил. На миди, конечно, он меня выиграл. Безусловно. Базару 0. Парнишка сильнее меня отыграл в центре. Байбэкнулся. Я начал камбэчить. И все, по-чуть, по-чуть пошло. Ребят, возвращаем как бы былой скилл. На своя, своя позиция, так говорится. Так, берем, кушаем мой шардик. Можно будет еще аганимчик закушать себе. Здесь у нас описал. Просто затар, мощневский. Смотрите, 3000 хитпоинтов. Скади, радиенсы, всякие октарины. Октарины нам нужны для того, чтобы хилиться. Так, ну, латар там. У нас даст есть на венге, но все равно. Нужны, чтобы хилиться нам с первой и с радиенсов. В комбинации вот с этих спэлов. Очень даже неплохо получится. Рады, довольны. Так, ребят, начинается файт. Гоу, ультимативную жмем. Даем облицалт этому пацану. Хорошо, 3 пулки. Ой-ой-ой, посмотрите, что происходит. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Венгачка, ну, протупила венгачка. Венга, венга протупила, ребят. Ну, протупила, не дала сразу станы. Детэкшн. Так, а начинается, начинается опять файт. Должен умирать. Вивер. Эх. Что? Что? Как она засуицидилась? Это что сейчас было? Она заорала, типа, аааа. Я типа, знаете, суицид. Понимаю, понимаю. Ребят, ну, на этом моменте строго, строго, ребят. Пауза рекламная. А сейчас рекламная пауза. Тем временем, пока гайд готовится, и вы смотрите вот эту какую-то непонятную вставочку. Яишенка, яишенка готовится. Вы просто посмотрите, какие прекрасные помидорчики. Какая вкусная яишенка. Вы слышите, как она шкварчит? Ребята, 4 утра. Гайд готовится. Продолжаем смотреть. Так, ну, блин, не поражал по таймингу, плохо. Табэм, убился просто. Парень. Иди сюда. Ты шо, ну, не могу пройти. Оп, готовчинка. Да ты че меня еулишь? Вот хейтер путш. Ой, иди сюда, бро. Сорян, ты не доконтролил. Сорян, ты не доконтролил. Гоу, 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 гоу. Оу. Дайте рэмбэдж, please, для контента. А, ну, там сейчас парень на вивере риснется без вариантов. Там в линк все залетает. Иди сюда, на. Понимаешь. Гиверок, эй, это шо такое, шо за свапы. Ого. Понимаю. Ну, заруинил мне. Венге, парень. Ну, пытался, пытался заруинить, парнишка. у ребят а там все уже гол то да сделаем сюда тп заберем и фаново сейчас мы сделаем рпч я думаю ребят сейчас продадим радиенс сделаю думаю рпч мы сделаем печь так берем догон 1 2 3 4 5 1 2 3 4 собралась так берем продаем радиенс и бежим 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 сюда пускай раз радиенс догона так я готов я готов творить правосудие можно начинать с хрустка там минус один право там 37 секунд вивер но давайте наверное подождем слушайте ну тут блин хуск идет к нам просто в руки сотрите сладенький просто чпоньк 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 обисал ой алибарда чпоньк чпоньк готов так кто там следующий пудж а где пудж потерялись мы с ними другу в трех соснах трех соснах с пуджиком потерялись мы страшного наверно вниз пошел за руной по логике бота так ребят надо идти надо идти жмем четко в тайминг бракишка я тебе покушать принес айкс жми кнопочки пожалуйста но венгышка опять застилила ты как у колбасочка просто на венге сосисочка так ну давай фиссуры свои я опять не добивая но такое это чисто фан уже фан пошел чисто с дагонами такое чисто с дагонами такое не будет похода рэмпэйджи ребят я вас так так сказать заинтриговал но рэмпэйджи скорее всего не будет уже каточка заканчивается всем спасибо за просмотр я чего не могу ни на кого направить где я хоть на кого-нибудь направить но там не дизайн я буду драться как мужчина да и захилюсь с дагончика чпоньк ну такая каточка ребят принципе начала до неудачно но по фану чё там по ст к минус кс 152 на 190 нормальный кс такой папа я все еще пода счет будет рэмпэйдж пацаны ща будет рэмпэйдж сюда по одному и сюда и пауки в норме же все равно не будет походу и вивер у нас ребят где вивер вивера нету вивера нету да плохо плохо ну вот так вот к . у нас ребят закончилась весело интересно давайте зафармим счет этот варник жалко жалко но рэмпэйджи все же не было ребят но я пытался я старался ребят специально для вас сделать какой-то прикольный контент несмотря на начало какого у нас было душегубство игра вышла интересная ребят я надеюсь вам понравилось ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал ваша подписочка моя мотивация хорошего вам гайда и хорошего настроения с вами был озес до скорого подписывайтесь на канал